Ты говоришь мне когда-нибудь из безумных. Он все еще не знал выхода из этой ситуации. И он думал, молился, разговаривал с Богом. И в этой агонии, в этой страшной боли, которую этот человек переживал. Не только физическая боль проказа, но и душевная боль потери всего. Not only physical pain that he was going through of disease, but also through emotional pain of losing someone who he loved. All of a sudden, God gives a revelation. A revelation that he never gave to anyone before. И он сидя в пепле и прахе. И Job сидит в душе. Как он сам говорит, одеть червями. И вдруг он поднимает взор свой усталый к небу. И он кричит, я знаю. Испуглитель мой жив. И он в последний день восставит из праха кожу мою силу распадающуюся. И я своими глазами, говорит он, увижу Бога. Бог в последний день восставит кожу мою, говорит Иоанн. Иоанн получает откровение физического воскресения из мертвых. Имея это откровение, вдруг страдания приобретают смысл. И having this revelation of resurrection, all of a sudden, the pain he's going through is making sense. Если нет воскресения из мертвых. В чем смысл страдать? В чем смысл болеть? В чем смысл терпеть? В чем смысл терпеть? Уходи из жизни, говорит жена его. His wife says, just take your life. А он говорит, нет. И потому что я буду снова жить, я готов страдать. И потому что я буду снова жить, я готов страдать. И страдания приобретают смысл. И все из-за того, что страдание имеет смысл. Апостол Павел говорит, что наши временные страдания ничего не стоят с той славой, которая откроется для нас. Апостол Павел говорит, что temporary suffering is nothing to the compare of glory we're going to see in heaven. Поэтому веря в воскресение из мертвых. Because of this, we believe in resurrection. Мы страдаем. Но мы имеем надежду. Мы плачем. Но мы радуемся сквозь слезы. Нам больно. Но мы теряем. Мы теряем друзей. Мы теряем детей. Мы теряем родителей своих. Мы теряем пыль. Но я знаю, искупитель мой жив. И он оставит из праха наши тела. И он будет снова жить. И я буду жить снова. Другой патриарх. Это Давид. Дэвид. Он составился. Он сказал Богу. И он сказал Богу. Господи, кто будет славить тебя в огробе? Он сказал, Бог, кто будет славить тебя в огробе? Да и мне пожить еще немножко. Я старый. Но я еще хочу попеть тебе. Ведь он был. Он столько сочинил для Бога. Он строил все благослужения в Иераре. И вдруг ему нужно уходить с земли. И вдруг ему нужно уходить с земли. Возумленные, когда смерть касается кого-то. Мы кого-то понеси напереживаем. А когда смерть касается лично меня и ко мне подходит. Но когда Алусамбе начнет начать меня и ты. Мы вдруг кричим, Господи, хочу жить. Алусамбе кричит, Господи, мы хотим жить. И Бог говорит с Давиду. И Бог говорит с Давиду. Давиду спокойствую. Давид, успокойся. Я подпочусь о тебе. Я подпочусь о твоих детях. Я подпочусь о том, чтобы они всегда были на Царстве твоем. На школе твоем. И кажется, что может быть лучше этого обещания? Если бы вам сегодня, пожелые люди, Бог открелся ночью. И Он бы сказал вам. Ты уходишь из жизни. Но я тебе обещаю. Я позабочусь о твоих детях. Я подпочусь о твоих детях. До вечности. До вечера. Что мог быть большего? Иди спокойно и умирай. А Давид не имел, по-моему. Но Давид не получил. Пока не получил личное откровение воскресения из мертвых. Until he received personal revelation of the resurrection of the dead. Смотрите, что говорит Писание. Look what the Bible says. Давид говорит о нем. That's what the Bible says about David. Acts 2.25 Acts 2.25 Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему улететь тление. Because you will not abandon me to the grave. Not will you let your Holy One see the game. Ты дал мне познать путь жизни. You have made known to me the path of life. И вдруг Бог Давиду открывает. И в итоге Бог обещает ему что есть жизнь вечная. Что его душа не останется в аду. Что он воскреснет. Что он воскреснет. И Бог обещает его через это и виси ему. И Бог обещает ему через это и виси ему. В котором воскреснут все другие. И смотрите, что он говорит. И посмотрите, что Дэвид говорит. 26 стих. Возвеселился язык мой. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will live in Rome. You can pass away and die in peace only when you believe the living resurrection. Его сын Соломон воскресился. Он имел успех. Богатство. Все, что он видел, он позволял себе. Он насадил себе сады. Он сделал себе громаднейший зверинец. Он в семье сделал музыкантов и хоры. Он присоединился музыканские хори. Люди со всего мира, того мира, приходили, чтобы посмотреть на царство Соломона. И вдруг этот богатейший человек, много знающий и испытавший, говорит. Все суета. Там ленинг. Нет никакого смысла в этом. Нет никакого смысла в этом. Почему? Почему? И он сам отвечает на этот вопрос. Потому что богатый умирает на родине с бедым. Он говорит, в чем смысл, что я все это построил? В чем смысл, что я всего этого достиг? Если я умру, кому-то достанется. Кто будет злодить всем этим? Он говорит, страшная суетата. Нет никакого смысла в жизни. И к концу своей жизни он приходит к следующему заключению. Веселись юноша. В юности твоей. И да вкушай от сердца твоего радости. Ходи по путям сердца твоего. И поведение очередей твоей. И что ты видишь, ты можешь сделать. Но помните, что все это приведет нас тут. Один день, ты будешь виноват за все, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь. Я вам спасибо.